Что обнаружили археологи в Перу? Какое правило этикета нарушила Меган Маркл и зачем баски выстроились в живую цепь? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Папа Римский провел службу, на которой призвал помолиться за успешное проведение саммита между США и Северной Кореей. Понтифик надеется, что историческая встреча двух лидеров пройдет успешно и будет гарантировать мирное будущее как для корейского полуострова, так и для всего мира. Предстоящая встреча состоится 12 июня в Сингапуре, куда уже прибыл Ким Чен Ин. Группа испанских астрономов обнаружила три планеты, подобных Земле. Небесные тела нашли с помощью телескопа Кеплер. Новые планеты находятся на расстоянии 160 световых лет от Солнца и имеют похожую с Землей массу и радиус. В будущем исследователи планируют охарактеризовать атмосферу объектов и определить их состав. И уже предполагают, что температура планет слишком высокая для существования каких-либо форм жизни. Новоиспеченная супруга принца Гарри, Меган Маркл, нарушила королевские этикетные мероприятия в Лондоне. Герцогиня приехала на празднование дня рождения королевы Елизаветы II в платье с открытыми плечами. Согласно правилам, женщины не имеют права появляться на публике в одежде с широким вырезом. Несмотря на запрет, Меган Маркл пришла на церемонию в нежно-розовом платье с оголенными плечами. Десятки тысяч жителей испанского региона страна Басков на севере Пиренеев выстроились в живую цепь длиной 200 километров, чтобы заявить о своем желании провести референдум о независимости. Люди держались за руки от города Сан-Себастьян до самого парламента страны Басков. Согласно Конституции Испании, страна является неделимой. Но некоторые регионы считают, что имеют полное право на самоопределение. Более 50 останков детей обнаружили археологи в Перу, недалеко от города Трухиллё. Ученые утверждают, что младенцев использовали для ритуалов, чтобы попросить богов о прекращении разрушительных ливней и наводнений. Сейчас на месте раскопок работает около 30 археологов, которым предстоит выяснить приблизительное время и обстоятельства массовых жертвоприношений. Субтитры создавал DimaTorzok